Детская школа изобразительных искусств уже начала готовиться к тысячелетию города. Юбилею посвящена выставка гравюр участников графического пленэра у Пошуках-Вытоков. Она была открыта спектакль «Маслиные уши», который подготовила детская театральная студия «Волшебный фонарь». Представленные на выставке работы, а их 23, сделаны на базе эстампной мастерской «Брест-художка-принт». Возраст авторов самый разный. На первый пленэр мы взяли древний Брест. То есть у всех была, кроме тысячелетия, еще задача попытаться показать, воссоздать или вжиться в мир 15-векового Брестя. Но пленэр графически он не совсем как живописный. Вот сели за три дня, сделали и все. Графически он бывает, что у кого-то работа может растянуться на два месяца. Выставка оказалась отчасти семейной. Геннадий Вяль – один из инициаторов экспозиции и руководитель пленэра. Он же наставник большинства представленных здесь авторов. Выставлены работы и Алины Вяль. Вот только девушка не смогла приехать на открытие. Сессия. Геннадий Вяль охотно рассказал про свою технику, стилизацию под гравюры 15-го века и трудности брестского гравюра. Берестя досталось нам как некий виртуальный образ. Мы не можем доткнуться как у других городов до неких архитектурных сбудований. На вот и поглядеть их не можем. Но Амастакам застается только пофантазировать. Отсутствие сохранившейся архитектуры того времени – возможность для художественного домысла, образов, которые вплетаются в исторический контекст. Бернардинская площадь, старинные брестские храмы, брестская типография и Библия Николая Радивилла Черного. Кстати, княжеский род занимает в истории города особое место. На гравюре Татьяны Коман Эльжбета Вишневецкая повязывает на руку платок Николаю Радивиллу Сиротки. Так, княгиня провожает своего мужа на военную кампанию. Познакомились супруги по одной из версий именно в Бересте. Такие гравюры требуют исключительной исторической точности. Естественно, да, так нельзя выдумать, потому что это все-таки работа точная. Поэтому, да, я обращалась к учителям и к книгам каким-то, и к сайтам. Конечно, сложнее, чем просто рисовать карандашом, потому что там нужно усилия применять, потому что это очень сложно, это мозоли все-таки на руках, на пальцах. Нынешняя выставка – это только начало серии экспозиций. В 2018 году графический пленэр будет посвящен Бресту в 17-18 веках, а непосредственно к миллениуму появятся гравюры современного города. Пока же брещане могут ознакомиться с родным местом времен Великого княжества Литовского. И лучше поторопиться, выставка будет идти лишь до 4 февраля. Артем Клунин, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.